Между тем, человеку изобретать ничего не нужно. Учёными доказано, на ранних этапах развития у человеческого эмбриона уже есть жабры. Последователи Чарльза Дарвина, естествоиспытатели Мюллер-Фритц и Эрнст Геккель внимательно изучили развитие человеческого зародыша. И открыли биогенетический закон Геккеля-Мюллера. По нему, каждое животное в стадии зародыша повторяет в развитии весь путь изменений. Который прошли его предки. Так, у зародышей млекопитающих, животных и птиц на ранней стадии развития по бокам глотки расположены жаберные бороздки. И эмбрион человека не исключение. В течение первого месяца внутриутробного развития у эмбриона начинают развиваться руки и ноги. И вместе с ними хвост, и так называемые жаберные щели. Их зачатки изначально развиваются у зародышей человека, так же, как у зародышей рыб. Но у последних они преобразуются в жабры, с помощью которых рыбы способны дышать под водой. А у человеческого эмбриона с развитием жаберные щели видоизменяются и преобразовываются в ухо и щитовидную железу. Существование жаберных щелей у зародышей может свидетельствовать о том, что у млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и даже у человека, возможно, был один общий предок – рыба. Но эволюционный процесс способствовал тому, что человек утратил уникальную способность долгое время находиться под водой. Продолжение следует...